Вакцинация 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 в котором сами превращаемся в чертей. Ну, хотя бы в этом-то можно было как-то остановиться. Ну, какую-то неуступчивость человеческую проявить. Нет, вот эти присяжные вот так, такой приговор вынесли. Ну, с этой вакцинацией вообще просто, ну, очевидные вещи есть. Да, там, где есть статистика, там, где, ну, просто не принято лгать, вот таким образом превращать статистику во вранье. Ну, в России вся статистика сплошное вранье. И уже много лет, уже десятилетиями. В советское время извращали, что главное, что-то такое продекларировать, что у нас все отлично, скоро коммунизм наступит. И эти тоже самое врут. Скандинавские страны провели тщательное исследование своей пандемии. Оказалось, что нет никакой пандемии, ну, нет ее. Причем разные страны там разный подход применяли. Там в Швеции в течение длительного времени вообще никаких мер не предпринимали, рассчитывали на коллективный иммунитет. И другие страны сразу вводили какие-то меры и так далее. Разницы никакой, никакой. Есть на графике, там, за 200 лет смертность отмечена, где всплески действительно были, всплески связаны с войной, с эпидемиями. И здесь, ну, нет никакого всплеска, понимаете, нет ничего. Да, болезнь есть, смертности нет. Не прибавляется смерть, она ничтожно прибавилась, там, не знаю, на процент, на 2%. И то, скорее всего, вследствие введенных мер, которые мешают людям выходить на улицу, дышать свежим воздухом, просто лечиться, потому что лечь это не от того, чем они болеют. А в России, естественно, смертность именно от этого увеличилась. И это существенно, это сотни тысяч. Сотни тысяч не от коронавируса погибли, а от того, что им от него начали лечить. Вот в чем проблема-то. То есть есть цельноправленное убийство, мы теряем демографические потери, чудовищные. Чудовищные, все, мы катимся по наклонной плоскости и зацепиться уже не за что, потому что вот эта тупость, то есть тупица у власти, это катастрофа. Вот тупица Путин, ему когда-то там в начале правления сказали демографические проблемы, он об этом сказал, а потом глупость одна сплошная, материнский капитал, больше ничего, никаких действий не предпринято. Караул надо было кричать еще 15 лет назад, кричали там, я входил в фракцию Родина, специально большой материал о сбережении нации опубликовали, ноль, ничего. Они все воспринимают только как пропаганду. Отпропагандировались и до свидания, больше ничего им делать не надо. И они не делали ничего. Вот материнский капитал это было только средство пропаганды, больше ничего. Поэтому и не спасли нас от демографической катастрофы. И что дальше делать, непонятно. Потому что эти еще будут цепляться, я не знаю, лет 5, может 10 будут цепляться. А все, работать некому. На что вы, пенсионеры, будущие пенсионеры, собираетесь жить, как вы будете жить? Вы не нужны никому, ни как работники, ни как пенсионеры. Только сдохнуть. Вот вам придумали, пожалуйста, вам пандемия. Желаете этого режима вам сдохнуть? Самое милое дело, все это вам обеспечить. Картина маслом, что такое московская патриархия? Когда алтарник подкладывает в кадилы Анашу. Очень здорово. Шуточка такая, замечательная шуточка. Вот они и все такие. Они могут... Это же одни и те же люди. Что патриархия правит, что разгромили Средневральский монастырь, чтобы арестовать Схиегумена Сергия. Надо было разгромить, разбить там все, нагнать вот этих вот космонавтов, которые уже нелюди абсолютно, они выглядят как нелюди. И по духовному состоянию они нелюди. То есть они осквернили монастырь, осквернили святые места, осквернили иконы. И они осквернили свои собственные души. Вот набрали в эти вот... Те, кто над нами издевается, специально набирают специальных существ, уже не людей. Понимаете? Поэтому это настоящие черти, и мы действительно живем в аду. В аду уже пусто, там нечего делать. Они все здесь, все здесь наняты на службу. Судьи, полицаи, госчиновники и так далее. Ну и поскольку мы-то сдохнем, а им надо рабов, молодых, сразу не выращивать вот с детства до зрелости, чтобы люди работали, это слишком накладно. Какие-то пособия платить, кто-то что-то там наобещал для пропаганды, чтобы проголосовали. Нет, не надо, вы сдохнете, мы вас заменим гастарбайтерами, которых сюда завезут. Ну вы подумайте, полмиллиона паспортов выдали за истекший год, полмиллиона, не пойми кого, приняли в граждане из вот этих вот гастарбайтеров. Сейчас еще специальные меры для того, чтобы стройки все заселить, то есть не платить гражданам, а они там говорят, от 60 до 90 тысяч зарплата на стройки. Они говорят, не, не идут, не идут. А вы кого привлекли, вы кого пригласили, кого воспитали, где эта смена трудовая, которая должна была прийти на стройки из местного населения. Они же ничего не делали. Им удобно брать именно вот уже готовый, выросший биологический материал и загонять сюда на стройки, чтобы миллионы там работали. А как они здесь укореняются? Вот в Москве обнаружилась квартира, в которой, или там помещение, в котором зарегистрировали 187 тысяч, тысяч незаконных мигрантов. 187 тысяч, с каждого собрали по 5 тысяч рублей. Вот такой бизнес у них, в котором, естественно, включена местная администрация, полицаи, там, бог знает что, там, миграционная служба. Все они помазаны вот одним и тем же елеем, да, знаете, как когда прорвало трубу и залило фекалиями мавзолей, там, один из русских святых сказал, по мощам или елей. Вот этим елеем они уже давным-давно помазаны. Они хотят, чтобы мы были такими же. И многие, большая часть уже стала именно такими же. Поэтому спокойно воспринимают все эти россказни про пандемию и бегут записываться. Уколите меня сейчас немедленно, я буду очень рад и счастлив поддерживать Владимира Владимировича лично Путина. Выходить из катастрофы надо личным духовным подвигом. Вы к этой власти, к этому режиму не должны иметь никакого отношения. Но этого мало, этого мало, просто устраниться и все. Нужно сбиваться в стаи, сбиваться в общество, которое они разрушили. Надо воссоздавать это общество. Раньше общество опиралось на государство, сейчас государства нет. Сейчас оккупационный режим, поэтому нам надо создавать общество заново. Заново, так как оно существовало в 19 веке и раньше было общество. А сейчас нет, сейчас нет. Нет общества, значит, некому и нечем, нет субъекта сопротивления этим оккупантам. Надо собираться вместе. Надо собираться вместе, в том числе врачам объяснять, что они в неблагом деле участвуют. Полицаям, ну им, наверное, уже все равно они русского языка не понимают, их не учат. Языка не знают, поэтому, наверное, им уже не объяснишь. Ну кому-то можно объяснить. Ну есть же среди ваших знакомых люди. Вы сами должны как-то просветиться, понимать, что вы, в какой ситуации вы живете. Вы живете в смертной ситуации, которая убивает Россию, вас лично, ваших детей, знакомых, близких, друзей. Все подлежит уничтожению. Если вы ничего не делаете, то есть не собираетесь в какие-то коалиции, то ничего не будет. Ничего не будет. Если не можете существующих найти или не умеете, вступить не хотите, не доверяете свою, создайте. Ну сделайте хоть что-нибудь, хоть что-нибудь, но нельзя же все время сидеть в интернете и писать, и ограничивать всю свою активность тем, что вы тут напишите какой-нибудь «Да, там поддерживаю» или «Нет, ты дурак». Зачем все это? Не надо вообще ничего писать. Действие должно быть. Вы можете вообще никаких комментариев. Ну да, там в поддержку своих надо. Прошел мимо, поддержку оказал мимоходом за две секунды и так далее. Но главное же не в этом. Ищите то, что главное. Слава Руси, Господи спаси. Слава Руси, Господи.